Здравствуйте! Вы смотрите программу Наше время в студии Владимир Сорокин. Пенсионерам земли в городе прошло собрание Севастопольского подразделения общественной организации «Дети войны Украины». Социальные и финансовые вопросы. Их сегодня рассмотрели сотрудники Севастопольской городской госадминистрации на очередной коллегии. Итоги обсудили на брифинге. Подробности в репортаже Натальи Двойцыной. За 9 месяцев городской бюджет перевыполнен на 1,5%, говорят в госадминистрации. Сумма за налоги и сборы – 727 миллионов гривен. Общий объем относительно аналогичного периода 2012 года превышен на 7,7%. При этом, чтобы цифру еще увеличить, появлен ряд системных факторов, которые, по мнению членов коллегии, необходимо решать на уровне государства и Верховного совета. Наблюдается в городе сложная ситуация с обеспечением всех видов платежей по незащищенным категориям. Но задолженности в бюджетной сфере по заработной плате нет. Пенсии выплачиваются вовремя. Есть проблемы по незащищенным статьям. На сегодняшний момент размер коридорских обязательств составляет порядка 70 миллионов гривен. Мы активно работаем сейчас и с Кабинетом министров Украины, и с Главным казначейством Украины, для того, чтобы по мере исполнения обязательств защищенных статей перейти к погашению этих средств. Сейчас большая работа ведется по оформлению взаимозачета задолженности по газу. Учитывая, что сейчас мы вступили в отопительный сезон, и эта проблема будет развязана, и город в полной мере будет обеспечен теплом. Еще один финансовый вопрос, который был рассмотрен на коллегии, это выполнение источника, такого как плата за землю. За 10 месяцев поступило 153,7 миллиона гривен. Отдельно рассматривая данное поступление, мы отмечаем, что такой источник в составе платы за землю, как арендная плата за землю, которая составляет более 80% всех поступлений, на протяжении всего периода 2013 года не выполняется. Поэтому все органы, которые связаны с вопросом контроля поступлений по данному источнику, выставили свои предложения. Мы разделили эти вопросы на две части. Это вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в норм действующего законодательства, но и также по организации работы здесь, на месте. Отдельно обратили внимание на необходимость изменения формы и методов работы исполнительной службы. Хочу привести пример, что без малого порядка 20 миллионов гривен, если в денежном исчислении, находится на исполнении исполнительной службы города только по земельным вопросам. Это тот реальный резерв средств, который мы можем аккумулировать в нашем местном бюджете для решения насущных, наболевших проблем нашего города. Подвели чиновники итоги работы городских программ, которые направлены на социальную защиту граждан. В частности, по проекту «Содействие» за 9 месяцев 2013 года помощь получили свыше 5000 севастопольцев. Затраченная сумма – почти 3,5 миллиона гривен. Программа была рассчитана на 5 лет с 2008 года и до конца 2013 года. Сегодня уже готова новая – на 2014-2018 года с учетом анализа выявленных недочетов. Мы предлагаем увеличить финансирование на единовременную помощь на 300 тысяч по сравнению с 2013 годом. То есть до 1,4 миллиона мы предлагаем увеличить это финансирование. Кроме этого, хотелось бы отметить, что городским советом было принято, на мой взгляд, очень важное решение летом этого года, когда мы увеличили пожизненность стипендии защитникам героической обороны города Севастополя с 420 гривен до 1000. То есть это принципиальное решение внес это предложение председателя администрации ИЦУБа Владимир Григорьевича. Оно было поддержано практически единогласно. И сегодня это решение, я хочу подчеркнуть, оно выполняется. Дмитрий Белик рассказал, внимание с пометкой «Особое направлено и на проблемы детей-сирот». В Севастополе таких 660 ребят. Сейчас готовится пакет нормативно-правовых документов для того, чтобы приют для несовершеннолетних на улице Окопной реорганизовать в детский центр социально-психологической реабилитации. Также ведется работа в направлении сокращения количества детей в детских домах. В этом году за бюджетные деньги в коммунальную собственность приобретена двухуровневая квартира на бульваре Античный. На ее ремонт на последней сессии городского совета было выделено 150 тысяч гривен. Это будет еще один детский дом семейного типа. Подобных в Севастопольском регионе пока только два – в Каче и Орлинном. Наталья Двойцина, Виталий Козловский. Программа «Наше время». В Севастопольском центре крови все хорошо. Учреждение работает стабильно и качественно. Такое заявление сегодня сделал главный врач центра в интервью нашему телеканалу. Иван Баячко проверил информацию, ранее опубликованную в ряде СМИ. Ситуация не критична. Учреждение работает полностью и в штатном режиме. Все пациенты получают надлежащую помощь. В настоящий момент я хочу доложить громаде города Севастополя в основе большинства, скажем так, счетов, принятых мер, которые есть, в принципе, уже проведено. Служба крови обеспечена для полноценной работы всем необходимым. У нас есть тест-система, у нас выплачивается зарплата. Мы правильно храним данную продукцию и выдаем в лечебное учреждение. У нас ситуация не критическая, она рабочая. Коммунальное учреждение Цинкрови работает в штатном режиме. По поводу двухлетнего ребенка ФИСАК, который находится в ожоговом отделении 5-й городской больницы, я скажу, что данному ребенку я и вся служба, которую я возглавляю, была дана команда, что этого ребенка обеспечивать всем необходимым то, что выписывают врачи. Что же касается тары для забора крови, то малые гемоконы поступят в город уже завтра. Такая ситуация возникла из-за торгов, объявленных Министерством здравоохранения Украины. Это и привело к опозданию с поставками. Гемоконов, они есть японского производителя и германского производителя. Не было вообще на Украине. Но с нами заключен договор с предприятием и уже завтра у нас будут 500 гемоконов малой емкости, для того, чтобы мы смогли спокойно обеспечивать донору. В Севастополе у вековечена память еще одного героя второй обороны. Только на этот раз не в бронзе или на мемориальной доске, а обычной могилой, которая была восстановлена на кладбище пятого километра. Григорий Доля – единственный выживший из защитников 11-го Дзота. Его не стало в 1992 году. За захоронением ухаживала жена. Но после ее ухода в 2004-м место погребения героя войны оказалось заброшенным. И вот сейчас, благодаря неравнодушным людям, могилу Григория и Клавдии Доля удалось привести в должный порядок. Подробности у Ларисы Раевской. Подвиг курсантов электромеханической школы учебного отряда Черноморского флота, ставших защитниками восточных подступов к городу и сражавшихся в составе гарнизона Дзот номер 11, известен хорошо. Из всего личного состава трое суток сдерживающего гитлеровцев, в живых остался только краснофлотец Григорий Доля. Именно благодаря его свидетельству Севастополь, да и весь Советский Союз, узнали о подвиге моряков-черноморцев в районе села Камышлы. Это уникальные кадры. В 1980-го года ветеран Доля рассказывает о событиях декабря 1941-го непосредственно на месте боя у Дзота номер 11. На Миккензиевых горах восстановлен знаменитый Дзот номер 11, где стояли насмерть Александр Калюжный и его товарищи. Единственный оставшийся в живых участник легендарного боя Григорий Григорьевич Доля рассказывает о тех незабываемых днях. До развала СССР было время массового одушевления героизмом защитников Родины. Затем все стало приходить в упадок. Дзот номер 11 практически погиб во второй раз. Никто не забыт, ничто не забыто. Мы об этом говорим много и читаем на лозунгах, но, к сожалению, не всегда все это получается. И только в 2000-е эра забвения постепенно стала отступать. Вновь начали восстанавливаться памятники, места захоронений. А 31 октября 2011-го впервые была проведена реконструкция боя у села Камышлы. Это вызвало неподдельный интерес не только у ветеранов, но и у молодого поколения. Этим надо заниматься. Это часть воспитательной работы нашей молодежи сегодняшней, севастопольской. В значительной степени та схема, которая работала, воспитательная схема, вот я севастополец коренной, я вырос в этом во всем, она в значительной степени утрачена. А это очень значимая часть воспитательной работы. Останки воинов, отдавших свою жизнь в декабре 41-го, покоятся в братской могиле на кладбище воинской славы в поселке Дергачи. А вот единственного уцелевшего моряка-черноморца Дзота номер 11 Григория Доли не стало в 1992-м. Его похоронили на городском кладбище 5-го километра. Всей его семьей была только жена, которая и ухаживала за могилой. Но после ее кончины в 2004-м теперь уже за совместным погребением следить стало некому. Спустя много лет на ужасное состояние захоронения обратила внимание их бывшая соседка. Она-то и забила тревогу. Мы приехали вдвоем, очистили здесь родительский тень. И потом я начала уже писать везде. Мне уже этот корреспондент сказал, что уже не пишите никуда, что мы будем что-то делать. И сделали. Совместными усилиями Совета ветеранов Ленинского района, Дома ветеранов, похоронного агентства «Скорбь» могила Григория и Клавдии Доля была приведена в порядок. А еще для нее нашлись шефы. Детский дом номер один. У ребят это не первый опыт по ухаживанию за сохранениями героев войны. Мы приезжаем сюда, вскапываем землю, привозим новые цветы, подметаем, убираем мусор вокруг. Также дети ухаживают за многими памятниками города. По словам воспитанников детского дома номер один, для них это не работа и не обязаловка. Ребята ухаживают за сохранениями советских воинов с большим уважением. Эта гордость, они нас защищали в то время. Если бы они не сделали это, мы бы сейчас не смогли жить на этой хорошей земле. Я горжусь ими. Это все, что я могу сделать сейчас для них. В этих словах заключена горькая правда. Единственное, что мы можем сделать сейчас для тех, кто отдал все, защищая родину, сберечь их память, не допуская больше эры забвения. Лариса Раевская, Денис Корбель, программа «Наше время». Пенсионерам земли. Сегодня представители Севастопольского подразделения общественной организации «Дети войны Украины» провели собрание. Основным пунктом, который был вынесен на повестку дня, стало обсуждение социальных проблем членов организации. В частности, рассматривался земельный вопрос в рамках закона Украины о социальной защите детей войны. Согласно законодательству, с 2004 года детям войны должны выделяться земельные участки. Сегодня именно этой проблеме уделили основное внимание на собрании Севастопольского городского подразделения общественной организации. На мероприятии присутствовали люди, которых заинтересовал этот вопрос и которые собираются добиваться от властей выделения земли. Основные вопросы, которые сегодня ставятся на собрание, это рассмотрение законодательной и юридической базы, по которым дети войны могут получить эти земельные участки. Сегодняшнее собрание является начальным собранием, которое дети войны проводят для того, чтобы четко определить законодательное поле получения земельных участков. Большинство не знает, как поступать с этими делами. То есть подготовили большое количество документов. Вот сейчас им разъясним, и они каждый в отдельности будут принимать свое решение, как ему поступить в данной ситуации. Сегодня на собрании детей войны обсуждались и другие вопросы, в частности, об отношении общества к пожилым людям. Сегодня будут рассматриваться вопросы, которые касаются непосредственно, ведь часто детей войны стараются обмануть. Дети войны уже в возрасте, который исчисляется от 68 до 86 лет. Это возраст, который требует разъяснения, требует понимания. На сегодняшнем собрании детей войны Украины 71 человек узнал ответы на интересующие его вопросы и составил собственное впечатление о том, стоит ли пытаться получить земельный участок. Святослав Данилов, Денис Корвель, программа «Наше время». Сегодня в городском управлении Министерства внутренних дел прошел брифинг. Начальник городской милиции Валерий Радченко отметил, в последнее время наши граждане стали чаще обращаться к правоохранителям после действий телефонных мошенников и квартирных краж. Проблемным остается вопрос пропажи людей. Поиски многих туристов, связь с которыми оборвалась еще летом, продолжаются до сих пор. По мнению начальника городской милиции, информация о том, что наш город-лидер в стране по совершенным правонарушениям, не соответствует истине. Валерий Радченко подчеркнул, на большие цифры статистики влияет реальная численность населения города, превышающая официальную на порядок и приток туристов летом. Ну, наверное, нельзя так говорить о том, что Севастополь является криминальной столицей Украины. Одни сухие цифры могут сказать о том, что при введении нового КПК, да, действительно, все, что является криминальным правонарушением, все регистрируется. И действительно, по сравнению с прошлым годом, если мы равняем 2012 год, то действительно такой рост состоялся. Но если мы будем говорить о тех криминальных правонарушениях, которые были в производстве, то практически это все осталось на уровне прошлого года. За последнее время значительно активизировались телефонные мошенники. Потому правоохранители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки преступников. Вид преступлений, телефонных мошенничеств, он действительно вырос. И он дает какую-то определенную львину в статистике этих преступлений. И как мы не говорили, если в прошлом году их было 256, то в этом году их 540. Если в прошлом году в 52 случаях состоялась передача денежных средств за освобождение, якобы освобождение родственников из милиции, из прокуратуры, из других, будем говорить так, учреждений, то в этом году в 62 случаях это все происходит. Активизировались в Сеастополе квартирные воры. Эта проблема находится в поле зрения правоохранителей. На контроле у руководства МВД стоит и вопрос поиска пропавших людей, в том числе детей и подростков. Предпринимаются меры, чтобы все-таки разыскать российских туристов. Станислава Тищенко и Татьяну Сидорову. Равно как и 16-летнюю Ксению Жарову. Сегодня у нас этого года 4 человека пропали без вести. Пофамильно вы их всех знаете, буквально, та, что пропала первая жительница города Санкт-Петербурга, Сидорова. Поиски продолжаются. Постоянно мы территорию мониторим, нам помогают и волонтеры, большое вам спасибо за это участие, и военнослужащие, и просто небезразличные граждане и жители города Севастополя. Лесное хозяйство, лесники, которые знают эту территорию. Но, к сожалению, на сегодняшний день результатов у нас по поиску Сидоровой положительных нет. Что касается резонансных дел, произошедших в последнее время, прокуратура будет просить суд изменить меру пресечения подозреваемому в убийстве посетителя Бара Калипса. Сейчас он находится на свободе. Неопределённая ситуация и с громкой кражей из музея мотоциклов. Их владелец до сих пор не обратился с заявлением в милицию. Валерий Раченко отметил, что милиция Севастополя прилагает немало сил для поддержания порядка в городе. По личному мнению, начальник ОМВД в нашем регионе в сравнении с другими ситуация с противодействием преступности остается относительно благополучной. Олег Савченко, Екатерина Долгополова, программа «Наше время». С сегодняшнего дня в Севастополе начинают работу бесплатные курсы украинского языка. Наш город стал 11-м в Украине, где реализуется данный проект. Весь курс длится 36 часов. Занятия проходят раз в неделю на базе Морского гидрофизического института. Основной их принцип – работа в малой группе, говорят организаторами. Потому первый набор составил 13 человек. Однако, учитывая количество заявок, которые уже поступили от желающих посещать бесплатные курсы, возможно, в ближайшее время будет организована еще одна группа. В ходе учебы сами слушатели смогут формировать программу, выбирая модули, которые их больше всего интересуют. Это деловая документация, банковские услуги, бытовое общение, научная терминология и многое другое. По окончании курса всем, кто успешно пройдет обучение, будет выдан соответствующий сертификат. Аудитория, слушатели наши скажут, мы хотим глубже, больше лексики. Значит, будет даваться больше лексики. Нет, мы хотим грамотики, правопису. Мы хотим правильно заполнивать банковские документы, там делова украинская мова. Значит, соответственно, будет даваться цель. Если слушатели, после завершения курсов, я забегаю вперед, буду выдавать сертификат, скажут, нам недостаточно 36 часов. Значит, будем принимать решение, в каком обществе и что конкретно нужно этой группе. И это не все новости на сегодня. Далее вы увидите. Самое синее в мире. В Севастопольском дельфинаре обсудили вопрос экологии Черного моря. Традиции верования. Сегодня отмечается Хэллоуин. В Севастопольском дельфинаре сегодня обсудили вопросы экологии акватории региона. В пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Черного моря, приняли участие сотрудники Института биологии Южных морей, профессиональные и будущие экологи. Самое синее в мире. Вскоре рискуют потерять свой статус. Экологи бьют тревогу. С каждым годом акватория Черного моря становится все более загрязненной. Производим водолазные спуски или я спускаюсь в аппарате и смотрю, что делается на грунте. В некоторых местах, извините меня за выражение, на один квадратный метр два пакета или две бутылки, или бутылка и пакет. Главная задача собравшихся – привлечь внимание к невосполнимому ущербу, который морю наносит перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление. В последнее время катастрофически снижается биоразнообразие, особенно в акватории Черного моря, на побережье Черного моря. И наши экосистемы крымские, особенно севастопольские, очень ранимы. Наш севастопольский район считается одним из самых био- и ландшафтно-разнообразных районов в Крыму. И в связи с тем, что экосистемы очень малы, очень локализованы, и большое разнообразие здесь представлено, в связи с этим нарушить наши экосистемы очень легко. Дату пресс-конференции выбрали не случайно. Именно в этот день, 17 лет назад, причерноморские державы подписали план действий по реабилитации и защите Черного моря. Александра Толкачева, Денис Корвель, программа «Наше время». В ночь с 31 октября на 1 ноября мир отмечает Хэллоуин. Праздник уходит своими корнями в глубину веков, в традиции верования древних кельтов. Сегодня Хэллоуин – это просто повод повеселиться. Это день, когда можно забыть про заботы и стать ненадолго ребенком. Надеть разнообразные костюмы, попугать или повеселить людей. Вокруг Хэллоуина ходят множество споров. Кто-то называет его дьявольским праздником. В некоторых городах даже запрещается упоминание о Хэллоуине. Но для большинства молодых людей это всего лишь повод повеселиться, порадовать себя и окружающих. Ведь на один день, точнее на одну ночь, вы можете стать кем угодно. Трудно удержаться от искушения, подурачиться. Не против повеселиться и Владислав Волков. Парень каждый год на Хэллоуин придумывает новый оригинальный костюм. Из-за предательности ему не занимать. На этот раз он думает и кто? Да конь в пальто. Я хотел быть просто лошадью, потом ехал в маршрутке, подумал, что этого маловато будет. И вот пришла идея по поводу того, чтобы быть конем в пальто. Владислав Волков рассказывает, для него Хэллоуин – это повод повеселиться, проявить свое творчество, раскрасить серые будни яркими красками. Для меня это повод, как вылезти в город, походить в костюме. Это интересно, если у тебя хороший костюм, к тебе подходят, фотографируются. К Хэллоуину готовятся не только горожане, но и различные заведения. Они украшают интерьер неотъемлемым символом праздника – тыквой. А также готовят из этого плода различные блюда. 31 числа у нас сегодня вечеринка, посвященная тыкве, тыквенная вечеринка. То есть мы угощаем сладостями и какими-то блюдами с ингредиентами тыква, напитки тыква. В этот праздник принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Неотъемлемый символ Хэллоуина – тыквенная голова. По поверьям, она не только означала окончание лета и сбор урожая, но и отпугивала злых духов священным огнём, зажжённым внутри неё. Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября. Дети и взрослые надевали маски и ходили по домам, требуя от хозяев угощения. Обычай надевать ролевые костюмы появился только на рубеже XIX и XX веков. Впоследствии из-за массовой эмиграции шотландцев и ирландцев в США Хэллоуин стал популярным и в Америке. А сейчас этот праздник дошёл до славянских народов и уже нашёл отклик у многих севастопольцев. В основном это молодые люди. Они гуляют вечером по городу в костюмах, заглядывают в клубы или устраивают хэллоуин-вечеринки. Хелена Корнухова, Виталий Козловский. Программа «Наше время». Картинг, яхтинг и баскетбол. О последних событиях в жизни города расскажет Владимир Мелянский. Кубки Украины по баскетболу «Севастопольский мусон» встречался с запорожским ФРЗНТУ. Дважды в гостях уступили 91.57, а в родных стенах 64.80, причём выиграв первую 10-минутку. Первый матч 23-го чемпионата Украины среди клубов высшей лиги обновлённый состав спортивного клуба «Мусон» проводит на домашней площадке нового спортивного комплекса «Мусон-Арена». Вторым числом, то есть это будет у нас первая игра чемпионата высшей лиги, значит, этот матч я считаю, что очень важен для нас. Итак, мы приглашаем севастопольцев и гостей нашего города. 2 ноября в субботу в 18 часов матч «Мусон-Севастополь» и «Днепр-2» Днепропетровска. Владимир Мелянский, Катерина Долгополова. Программа «Наше время». Финишировала одна из заключительных всеукраинских регат среди юношей и девушек. Третий этап Кубка Украины на внешнем рейде «Бухты Круглая» в Омеге и Охлубе «Юг». Отличная осенняя погода с умеренным ветром позволила проводить ежедневно по древетре гонки и проверить силы юных капитанов. Лидеры севастопольской парусной школы, с кем тренеры и специалисты связывают надежды, в будущем стали призёрами регаты. В лазерах 4,7-х победу праздновал одессит Никита Буштан. Совсем немного уступил ему Евгений Деев из Севастопольской клуба «Аврора», ставший серебряным призёром. На новеньком кадете девичий экипаж в составе опытной рулевой Марины Таран и Шкотовой Катрин Белой из клуба «Аврора» в этот раз вторые. И первым поздравил с серебром наших девушек председатель и старший тренер клуба «Аврора» Алексей Шкиперов. По сумме всех гонок обошли севастопольских спортсменок одесситки. Соревновались в Кубковой регате 14 экипажей кадетов. В парусной доске весь перестал почёта «Наш». Первый – Максим Колцу, второй – Кирилл Кровец, третий – Никита Чепов. Так бы на европейских и мировых регатах. Владимир Милянский Алексей Калежук. Программа «Наше время». Радует, что в нашем городе для мальчишек и девчонок на одну спортивную секцию, тем более техническую, стало больше. За стадионом 41-й школы расположен автодром станции юных техников улица Горпиченко, 39. И два энтузиаста-картингиста проводят набор в группы обучения. Причём набирают ребят 5-6 лет и старше. Уже много лет в автоспорте Владимир Максименко, знающий картинг от и до. Мальчишек привлекает техника, скорость. Все хотят скорости, устройство машины. Сейчас же такое время, что все хотят быстро ездить. Илья, сегодня первый раз катаешься? Первый раз катаюсь. А какое чувство испытывал? Страшновато немножко? Нет, вообще не страшно. На первую тренировку собралось около 20 ребятишек вместе с мамами и отцами. А некоторых привели и деды, которые сами занимались автоспортом и с картингом на «ты». Ребят в секции будет не более 10 человек в группе. А учиться они будут и правилам вождения, умению собирать и разбирать картинг, водить как тренировочную машину, так и гоночную. Деталей и частей в гараже у Владимира Максименко хватает ещё на десятки картингов. А если покрасить, почистить детали, то будут как новенькие. Значит, секция у нас открыта на базе станции юных техников. Это Горпиченко 39 за 41-й школой. Занятия будут проходить два раза в неделю в зависимости от возможностей детей и родителей. Дети будут отрабатывать навыки вождения, вождение в экстремальных условиях гонок, с последующим, естественно, участием в соревнованиях. День открытых дверей состоялся как для мальчишек, так и девчонок любого возраста и со всех микрорайонов Севастополя и сельской зоны. Для тех, кто любит технику и автоспорт. Картинги устойчивы, не переворачиваются и легки в управлении. И ребята 5-6 лет, впервые севшие за руль машины, отлично справились с дистанцией. А эмоции через край. Цели и задачи у тренеров Алексея Василевского и Владимира Максименко выступить на чемпионатах Украины и возобновить традиции Севастопольской школы картинга. Владимир Милианский, Денис Корвель, программа «Наше время». И это все события, о которых мы успели вам рассказать. Вы смотрели программу «Наше время». В студии был Владимир Сорокин. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»